Ну что ж, давненько мы не говорили об Эльдоре Шамуродове, и это, к сожалению, неудивительно, потому что последнее время Мауриньо, главный тренер Ромы, не особо доверял узбекскому футболисту. А вот в матче против Венеции Шамуродову дали шанс, и он им блестяще воспользовался. Гол и результативная передача. Гол плюс пас. Великолепная встреча в исполнении Узбека. К сожалению, для Ромы этого не хватило для победы или хотя бы ничьи. Римляне в итоге потерпели поражение, и вообще в последнее время как-то так себе идут дела у Мауриньо и его команды. Но Шамуродов здесь отметился своей великолепной игрой, и вы знаете, на самом деле здесь еще не повезло Узбеку, потому что дважды после его передач его одноклубники должны были забивать. То есть если бы те моменты, которые создал Эльдор, были бы реализованы, ну тогда бы у него была не одна голевая передача, а три в этой встрече. Но, к сожалению, не срослось. В общем, давайте обсудим эту игру, где Рома проиграла, но Шамуродов сделал все от себя зависящее, чтобы его команда добилась успеха. Но, как говорится, один в поле не воин, и этим одним сегодня оказался Эльдор. Его усилий не хватило для победы, но хватило для того, чтобы стать героем встречи. Давайте разберем этот матч поподробнее. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, Шамуродов вышел в стартовом составе, и это было достаточно неожиданно. Во-первых, потому что сам по себе Шамуродов редко выходит с первых минут. Во-вторых, потому что он вышел вместе с Тэмми Абрахамом, то есть команда играла в двух центральных нападающих, что у Мауриньо происходит далеко не всегда. Также отметим, что в основе Шамуродов появился в качестве нападающего, но получил очень широкий простор для маневра. Он много смещался на фланге, налево и направо. Справа фланга он отдал голевую передачу, и в принципе он был очень активен в плане движения. Шамуродов старался, он был заряжен на борьбу, чувствовалось, что он пытается показать себя, пытается продемонстрировать товар лицом в том матче, где ему наконец-то дали шанс. И вот в результате он стал в какой-то момент настоящим героем встречи, потому что сперва забил сам, и забил такой породистый гол, очень качественный. Здесь Шамуродов очень удачно поработал на отскоке, оказался в нужном месте в нужное время, ну а потом прострелил с фланга, и здесь уже Абрахам замкнул данную передачу, забив мяч. Но поэтому, как я уже сказал, Шамуродов создал еще два шикарных момента для все того же Абрахама и для Стефана Эль-Шарави. Но англичанин пробил в штангу, а египтянин пробил прямо во вратаря соперника. Вот очень обидно, потому что здесь можно было бы записать еще две голевые передачи, тогда бы и Рома выиграла, и Шамуродов воспринимался бы как человек, который принес вообще победу. Ну а здесь, да, это индивидуальный подвиг Эльдора, но команда проиграла. Вот что обидно. А так, если бы два этих момента еще реализовали, партнеры Шамуродова было бы вообще по красоте. Но не срослось. Впрочем, как я уже сказал, к Эльдору никаких вопросов. Его заменили в концовке встречи на 82-й минуте, и за то время, что он правил на поле, он отметился четырьмя ключевыми передачами под обострение, двумя ударами, и в целом, по версии того же самого сайта Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, Шамуродов был признан лучшим игроком этой встречи с оценкой 8,4. В общем, Шамуродов сыграл отлично, но вот если бы его партнеры все-таки использовали те моменты, которые Шамуродов для них создал, тогда бы Рома вообще выиграла. Но это вопрос не к Эльдору, это вопрос к одноклубникам. Ну и главное, мы теперь уже будем рассчитывать на то, что Мориньо после такого перформанса в исполнении Эльдора все-таки будет почаще ему доверять место в стартовом составе. Потому что, на мой взгляд, Шамуродов этого заслуживает. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.